Уважаемые члены правительства, участники нашего совещания, традиционно я пригласил вас сегодня, чтобы вместе обсудить очередной пакет нормативных актов, которые предлагается утвердить решением президента. Они затрагивают широкий спектр вопросов и пронизывают важнейшие сферы жизни нашего общества. Поэтому до их подписания появилась необходимость уточнить, достаточно ли обоснованы эти предложения, нужны ли они вообще, есть ли у всех заинтересованных согласованность в их дальнейшей реализации, просчитаны ли разработчиками последствия. Особый акцент хотел бы сделать на вопросах, нерешенность которых люди непосредственно ощущают на себе. Прежде всего это касается гарантии прав работников на финансово несостоятельных предприятиях. Мы уже касались этого вопроса. Вопрос, что называется, с бородой. Никаких компромиссов, конечно же, в таком случае быть не может. И вся экономическая система страны должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Хочу подчеркнуть, никакого популизма здесь нет. К сожалению, по ряду вопросов мы откровенно запаздываем. Это сдерживает развитие общества. Речь идет о создании стимулов и инфраструктуры для сбора, переработки, утилизации тары и упаковки товаров. Правительство, например, видит решение во внедрении депозитной системы обращения потребительской тары из-под воды и напитков. Ну, хорошо. Когда-то я не в первый раз повторил свое требование ко всем. Прежде всего вертикали исполнительной власти. С отходами надо научиться работать. Начиная от боя стекла, полиэтилена особенно и другими. Я приводил пример. По-моему, Швейцария там аж 90 с лишним процентов сегодня имеет нормального продукта, который она получает из отходов. Ну, а нам что мешает? Это же не Россия, компактная страна. Не можем собрать отходы и их переработать. Ведь то же стекло получить традиционным образом значительно дороже. А тут готовое стекло переплавил, получил опять бутылку или еще что-то там. Точно так и с другим. Нет, мы ждем, как с этой нефтью, пока жареный петух, как в народе говорят, не клюнет в определенное место. Потом будем героически искать альтернативу, договариваться и так далее. Деньги под ногами взять не можем. Я к чему это говорю? Вы мне предлагаете аж в 22-м году сделать то, что в Советском Союзе давно уже было опробировано и сделано. Сбор этих несчастных бутылок. И все эксперты, в том числе администрация президента, дали положительное заключение. Удивительно. Кроме того, мы должны рассмотреть сегодня ряд системных предложений, которые обеспечивают устойчивость функционирования отдельных сфер и законность в них. Например, вопрос совершенствования системы госнадзора за техническим состоянием тракторов, прицепов, самоходных машин и оборудования. Мои требования к вопросам обеспечения безопасности жизни людей, сохранности техники, вы знаете. Без хозяйственного отношения к технологическому оборудованию, особенно приобретенному с поддержкой государства, недопустимо. Но главная исправная техника – залог безопасности людей. Понятно по безопасности, но если техника, отработавшая в хозяйстве два года, дорогущая техника, энергонасыщенная техника, тракторы, к примеру, если за два года их бросают под забор, как металлолом, это преступление. И с этим надо бороться. И не надо тут рыночных каких-то рассуждений. Там, где рынок сработал, участника, его проверять не надо. Надо техническое состояние контролировать на дороге в плане безопасности. А идти и смотреть на хранение, как он там поставил технику, как он ухаживает за ней. К нему не надо идти, это его собственность личная. Он знает, как с ней обращаться. Но сколько у нас таких хозяев? Меньше процента, наверное. А остальное будут ходить с протянутой рукой и просить, дайте денег для того, чтобы купить трактор. Потому что посеять нечем. А это упирается в продовольственную безопасность нашего государства. И огромные объемы экспорта. Вот и делайте выводы. Надо это контролировать или не надо. Но если вы внесете мне сегодня предложение по поводу того, что мы ударом по бесхозяйственности новыми структурами и сотнями и тысячами новых чиновников, то лучше и не вносите такие предложения. У нас достаточно контролеров на местах, начиная от председателя райисполкома и заканчивая начальником милиции. Я уже не говорю о тех, кто непосредственно должен этим заниматься. Руководители и специалисты конкретных хозяйств. Представлены проекты правовых актов, направленные на совершенствование нотариального обслуживания населения. Регулирование сфер, в которых государство взаимодействует с гражданином, должно происходить максимально осторожно. Поэтому хотелось бы услышать мнение как разработчика Минюста, так и Верховного Суда о том, какие дополнительные действия предлагается предпринять для повышения эффективности работы нотариусу. Что там еще не хватает? Надо ли нам эти нововведения? Или может быть еще не изжила себя старая система, действующая система работы?